МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Владислав Ласов. В эфире Енисей новости. Главная тема выпуска. Произошло обрушение пола тёплой галереи трубопроводов одного из зданий. ЧП в Норильске. На Надеждинском комбинате при падении с высоты погиб рабочий. Амазут, основной слой был откачен и утилизирован. С мёртвой точки. После наших многочисленных материалов в посёлке Подачинском яму засыпали сорбентом. Все так все. В Красноярске пассажиры и кондуктор вытолкали из маршрутки мужчину без маски. Сейчас грустно немножко, грустно. Там-то красиво всё. А здесь, конечно, неправильный. Здесь неправильный. Ворота в будущее. Красноярскую предмостную площадь скоро преобразят. Там появятся уникальные объекты. Чрезвычайное происшествие в Норильске. На металлургическом заводе «Надежда» обрушилась одна из промышленных построек. В этот момент внутри работала бригада ремонтников. Один человек погиб. Виктория Комиссарова с подробностями с места события. Этот самолёт – норильский символ «Надежды». Он стоит на территории бывшего аэропорта. Здесь же находится металлургический завод «Надежда», на территории которого случилось ЧП. Сегодня в Норильске метель, а вчера в момент происшествия было ясно. На кадрах, снятых сотрудниками прокуратуры, хорошо видно место аварии. Это один из цехов, над которым проложена галерея трубопровода. На высоте 10-15 метров эти конструкции опутывают всю территорию надеждинского завода. Какие-то из них используют по назначению, другие закрыты из-за аварийного состояния. Именно на таком участке и случилось ЧП. По предварительным данным следствия, 10 июня на территории надеждинского металлургического комбината при проведении ремонтно-строительных работ произошло обрушение пола тёплой галереи трубопроводов одного из зданий. В результате обвала 48-летней рабочей подрядной организации упал с высоты. В момент обрушения внутри постройки находилось три человека. Когда пол рухнул, один из них выпал из галереи через этот провал. Падение с высоты пятиэтажного дома закончилось трагически. От тяжёлых травм мужчина умер в машине реанимации, не доехав до больницы. Двое других рабочих не пострадали. Сегодня возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности приведения строительных и идых работ, повлекшие смерть человека. Код и результат расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль. В феврале этого года Норильск уже переживал подобную ситуацию. Тогда обрушилась аварийная галерея на Норильской обогатительной фабрике. Её также ремонтировали, и там тоже погибли и пострадали рабочие, которые занимались ремонтом. Шесть человек оказались под завалами. Их долго искали и доставали из-под груды металла. Спасти удалось не всех. Трое погибли. Два аналогичных происшествия в одном городе менее чем за полгода. Это тревожная статистика. С учётом того, что все промышленные предприятия и заводы в Норильске построены очень давно, многие считают, что повторяющееся ЧП – результат износа советских построек. Виктория Комиссарова, Юрий Толстов, Енисей. Новости. Норильск. Все так все. Так решили пассажиры одной из красноярских маршруток. И силой вытолкали из автобуса мужчину, который отказался надеть маску. Произошло это на улице Ленина, на остановке Агропром. Кондуктор попросила пассажира, который зашёл в салон, надеть защитную повязку, но тот сказал, что маска у него есть, но надевать её он не будет, потому что многие, по его мнению, вообще носят её неправильно. К конфликту тут же подключились другие пассажиры. Они и вытолкали мужчину из автобуса. Очевидцы говорят, протестующий красноярец ещё несколько минут стоял посреди дороги и мешал движению, но потом всё же отступил на тротуар. А между тем, официальные данные по заболевшим в Красноярском крае становятся только тревожнее. Число инфицированных действительно стало медленно расти, хотя как минимум пару недель цифры держались примерно на одном уровне. За последние сутки 109 заболевших, в Красноярске 45 новых случаев, в Ачинске 19, в Норильске 8, в Минусинском районе 7 новых. Выписанные 80 человек, скончались 6. На лечении находятся 2220 человек. Под медицинским наблюдением на дому почти 14 тысяч жителей края. А сразу после этого выпуска новостей на Енисеев программе интервью, гость Юлии Сорокиной, главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагинь. Речь в том числе пойдёт и про возможную третью волну коронавируса. Будет ли резкий подъём количества заболевших? Готовы ли мы теперь к массовым вспышкам инфекции? Почему все врачи герои, хотя никто и не хотел геройствовать? Я думаю, что нам всё-таки придётся, первое, с этим вирусом ещё достаточно долго жить. Второе, вполне возможно, что будет какой-то подъём числа госпитализируемых с этой инфекцией. И третье, что он, скорее всего, будет не слишком выраженный. То есть такого ужаса, который был в ноябре прошлого года, наверное, мы уже не увидим. Сброс воды на Красноярской ГЭС не будут увеличивать до 17 июня. Об этом рассказали в Енисейском бассейновом управлении. Сейчас через плотину проходит 7 тысяч кубометров воды в секунду. Открыты 4 затвора из 7. Специалисты считают, что необходимости в больших сбросах пока нет. 16 июня в краевом правительстве пройдёт ещё одно совещание, где примут решение, поднимать пятый затвор или нет. Тем временем Енисей в черте Красноярска продолжает падать. Уровень воды снизился ещё на 7 сантиметров. Сейчас она стоит на отметке почти 442 сантиметра. С мёртвой точки история с ямой, наполненной мазутом, о которой мы не раз уже говорили, получила продолжение. До полного решения проблемы ещё, конечно, далеко, но можно сказать, что начало положено. На месте работала наш сапкор по западу края. Опасная яма, я напомню, находится в посёлке Причулымском, подачинском. Слово Светлане Саянко. После многочисленных сюжетов про яму с чёрной жижей в Ачинском районе ситуация наконец-то начала сдвигаться к лучшему. Буквально сегодня зловонную яму засыпали сорбентом «Унисорб-био». Администрация Ачинского района изыскала средства из резервного фонда и начала работы. Проведена работа по откачке поверхностного слоя мазута, который проведела специализированная организация. Мазут, основной слой был откачен и утилизирован. Был размещен по всему периметру котлована и возле котлована, там, где есть нефтяные пятна, данный сорбент. Время, за которое данный сорбент разложит нефтепродукты по заверению поставщика, составляет 2-3 месяца в зависимости от погодных условий и от непосредственно самой почвы. Местные жители поделились видео, как коровы пасутся совсем рядом с ямой. Зайти, правда, не решились, но чёрной жидкости здесь ещё полно. Чтобы кто-то, не дай бог, утонул с головой. Я видела собаки оттуда, выскакивали все в мазуте. Страшно смотреть, конечно. Ну и опасно, что если дети туда попадут. Конечно, страшно. Дети у нас все на территории бегают. Могут и попасть в яму. В прошлый раз, когда мы приезжали на эту территорию, оградительные ленты были разорваны. Сейчас их восстановили. Появились вот такие таблички «Опасная зона». Но если верить администрации Ачинского района, эта яма просуществует здесь ещё как минимум 2-3 месяца. За это время эти меры безопасности не остановят ни одного ребёнка пролезть на эту территорию. Эта ситуация требовала экстренного вмешательства. К проблеме подключилась депутат ЗАГСобрания Елена Пензина. После её депутатского запроса министр экологии обещал разобраться. Сегодня мне докладывают жители о том, что действительно яма засыпана на прошлой неделе. Там производилась откачка. Поэтому будем надеяться, что всё в порядке. Но, тем не менее, вред природе причинён. Все запросы сделаны. Ждём ответа и будем добиваться, чтобы виновный понёс наказание. После рекультивации почвы администрация Ачинского района планирует высадить на месте ямы кустарники, чтобы хоть как-то восстановить территорию. Но до этого ещё далеко. Светлана Саенко, Дмитрий Шевцов и Есей. Новости. Организатор детского лагеря «Кроссейр» на Базаихе заплатит штраф в 200 тысяч рублей. Роспотребнадзор настаивал на закрытии учреждения, но суд ограничил наказание штрафом. Я напомню, громкий скандал произошёл после того, как в начале июня специалисты ведомства провели внеплановую проверку и начали и нашли несколько нарушений санитарных норм. Например, в спальнях не соблюдалась социальная дистанция между кроватями, не хватало санитайзеров, были грязными окна. Дав поработать буквально два дня после заезда, лагерь штурмом закрыли вместе с полицейскими. В это время там отдыхали больше полутора сотен детей. Все нарушения предпринимательница устранила и теперь ждёт разрешение Роспотребнадзора на возобновление работы лагеря. Полицейские задержали в Красноярске подозреваемых в краже решёток, которыми закрывают ливнёвки. Они в начале недели исчезли практически со всей улицы Дудинской. Неизвестные собрали ни много ни мало 23 решётки. С заявлением о краже в отдел полиции обратились сотрудники мэрии. Задержать подозреваемых удалось по горячим следам. Ими оказались трое красноярцев 18, 23 и 24 лет. Ночью в районе где-то час мы поехали на машине Ниссан. Украли сначала пять линёвок, поехали в сторону трёх-семёрок моста, спрятали их там и поехали ещё раз. Задержанные рассказали также, что металлические крышки они сдали в пункт приёма оптом за 10 тысяч рублей. Деньги расхитителей городского добра разделили между собой и уже потратили. Теперь каждому из них грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Серьёзная авария произошла недалеко от Красноярска на трассе у поворота на аэропорт. Тяжёлый самосвал столкнулся с Маздой. За рулём легкового автомобиля находился 60-летний мужчина. Он серьёзно травмирован и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Пробок на дороге из-за этого ДТП не было. Их работа – забота о людях. С профессиональным праздником соцработников поздравил губернатор Александр Ус. Все подробности далее. 12 июня в День России праздничный хор Данилова монастыря и сибирский мужской хор исполнят духовные, казачьи, народные и военные песни. Подробности на сайте crossfield.ru Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените скидку до 20%. КМК. Всегда удобно. В живописном и экологически чистом районе Месокомбината динамично строится жилой комплекс времена года. Рядом детские сады. Скоро появится школа на 1500 учеников. Квартира с чистовой отделкой под ключ по доступной цене. От 57 тысяч за квадратный метр. Сдача дома в 2021 году. Красноярский институт железнодорожного транспорта приглашает абитуриентов поступать на специальности. Система обеспечения движения поездов. Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Технология транспортных процессов. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление персоналом. Экономика. Двигайтесь в правильном направлении. И подавайте документы в Красноярский институт железнодорожного транспорта. Телефон 248-1644. 15 июня жители Красноярского края, любящие петь и прошедшие конкурсный отбор, выступят на одной сцене с русским оркестром. Подробности на crossfill.ru. А на мебельной базе кровать всего 2390. Скорость, управление, надежность, мощность, долговечность, комфорт. Важно все. Циркуляционные насосы для вашего дома. Водолей. Для борьбы с вредителями. Аллатар. Быстро действует и долго защищает. Аллатар. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна. А это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Все для домашнего самогоноварения, пио-варения и виноделия. Магазин «Самогонная лавка». Товар от известных мировых производителей. Консультация по всем вопросам. Улица Краснодарская, 8 и Латокецковели, 95. Самогоннаялавка.рф В эфире Енисей новости. Наш телефон для ваших сообщений 236-01-36. Звоните и сообщайте нам свои новости. Самое современное приспособление для удобства пожилых людей и новое медоборудование для восстановления их здоровья. Так выглядит один из красноярских пансионатов. Люди, которые там работают, вкладывают в уход за пациентами душу и искренне считают их своей второй семьей. В эти дни соцработники отмечают профессиональный праздник. Поздравить их приехал губернатор Александр Ус. Тему продолжит Мария Зарукина. Когда будете заходить, если в комнаты, там мои все картины. Вот чему я научилась здесь. Проявляются у постояльцев в пансионате «Солнечный» не только художественные навыки, но и более глубокие качества, такие как упорство и терпение. Татьяне Есиповой 60. За ее спиной два инсульта, трудная операция, перес из Норильска и инвалидное кресло. Ей пророчили, что больше она на ноги не встанет. Шесть лет назад ее перевели сюда, в обычный не специализированный пансионат. И уже тут она начала ходить. Теперь вот так, шаг за шагом, Татьяна двигается по своему собственному, намеченному пути. Желание было такое у меня. Огромное желание ходить. И ходить стало. Я стараюсь даже ходить без тросточки. Трудновато, но хорошо. Очень хорошо со мной занимаются. Занимаются здесь 225 работников. Столько же и пациентов. Половина не может обслуживать себя самостоятельно. Поэтому для них тут внедрили специальную систему. С помощью подъемников больных переносят в коляске и возят наводные процедуры. С пенсионерами общаются и волонтеры. Играют в настольные игры, трудятся психологи и реабилитологи. С профессиональным праздником соцработников поздравил и губернатор края. Александр Ус отметил, что восхищаться подобными специалистами и их душевностью можно бесконечно. Когда с душой, тогда не сложно. Некоторые жильцы здесь живут уже много лет. И мы с ними как одна семья уже. Они нас ждут. И мы приходим здесь уже как второй дом наш. Для меня это та работа, на которую хочется идти. Александр Ус отмечает, что социальная помощь в крае развивается достаточно быстро и находится уже на достойном уровне. Но стремиться еще есть куда. Речь идет прежде всего о том, чтобы учреждения такого профиля их специально проектировать. Должны быть в основном все-таки малоэтажные, а желательно одноэтажные здания, расположенные не только в черте города, но и за пределами. Чтобы это были пансионаты в полном смысле этого слова. И с точки зрения даже архитектурной, градостроительной, максимально приближенной к природе, были местом и спокойствия, душевного равновесия. Пока что этот пансионат один из немногих, кто имеет в своем арсенале систему долговременной реабилитации с современным оборудованием. Поэтому очень важно, чтобы грамотные специалисты учили и остальное персонал, а также делили знаниями с коллегами из других домов престарелых. Ведь из 97 лучших российских практик 23 проекта уже реализуют именно в Красноярском крае. Мария Зарукина, Алексей Овсянников. Енисей. Новости. Жители двух крупных районов Красноярска скоро останутся без горячей воды. Греть ее придется полторы недели. А в эти выходные в город приедут флористы со всей Сибири. Подробности далее в блоке коротких новостей. Отключения горячей воды в Красноярске продолжаются. На очереди самая густонаселенная и многоэтажная часть города. Это микрорайоны Северный, Взлетка и Покровский. Греть воду жители начнут уже 15 июня. Возобновят подачу лишь к 24 числу. Полный список домов, которые останутся на 10 дней без горячей воды, можно посмотреть на интерактивной карте. Ссылка есть на сайте СГК. Испытания в Зеленой Роще от Лазо до Маста-3-7 пройдут с 20 по 26 июля. Вездеходы, тракторы, бульдозеры, тягачи и навигаторы. Краевой лесопожарный центр получил больше 1600 единиц новых спецмашин и оборудования. Все это поможет спасателям как можно раньше обнаружить новые очаги. А значит и тушить огонь начнут быстрее. Вся техника уже в работе. Отмечу, что в арсенале лесных пожарных есть возможность мониторить территорию с космоса. Ведется авиационное и наземное наблюдение. В 29 районах края дополнительно установлено 100 камер. Очередной заброшенный дом снесли в Норильске. Бетонная высотка сложилась словно карточный домик. Первыми рухнули перекрытия первого этажа. И тут же вниз провалилась остальная часть конструкции. От взрывной волны затряслась камера, на которую снимали весь процесс. В Аганере остался еще один последний дом, который предстоит также сломать. В эти выходные в Красноярске пройдет фестиваль «Сибирский первоцвет». В прошлом году из-за ковидных ограничений его пришлось отменить. Однако этим летом на территории культурно-исторического центра «Успенске» на Удачном вновь встретятся флористы со всей Сибири. Праздник продлится целый месяц. В программе колокольный звон и выставка ремесленников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем будет плюс 18. Дождливая погода задержится на всю рабочую неделю. Сухим будет только вторник. Правда, говорят, к 20-м числам придет жара по 30. Выходные будут по климатической норме на 1-2 градуса ниже. Но в целом следующая неделя ожидается где-то в пределах климатической нормы. И прогнозируется, что к концу следующей недели температура ближе к летним. До плюс 28, до плюс 29 возможных дневные часы. Предмостная площадь глазами итальянских дизайнеров. Как преобразится правый берег? Расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 и 17 июня в органном зале прозвучат времена года Чайковского и Вивальди в авторской джазовой обработке. Подробности на кроссфил.ру. Наполните ваши выходные романтикой, отправляясь в увлекательную однодневную прогулку по Енисею на комфортабельном теплоходе. Наслаждайтесь красотой реки вместе с калейдоскопом путешествий. Сайт кптур.ру. Телефон 242-58-30. Новая технология лазерной коррекции зрения СМАЙЛ. Более точная и менее травматичная. Только в глазном центре СМАЙЛ Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мам, я бургер хочу! Мам, хот-дог хочу! А мне горячий шоколад! Ну, мам! На автозаправках Красноярск нефтепродукт можно купить вкуснейшие букеры, хот-доги, круассаны, горячий шоколад, бодрящий кофе и многое другое. Красноярск нефтепродукт. Заправил авто? Заправься сам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все новости на Енисею. Спасибо, что вы с нами. Наш телефон для ваших сообщений 236-01-36. Звоните и сообщайте нам свои новости. Красноярские железнодорожники помогут более чем ста старшеклассникам края устроиться на работу этим летом. Трудотряды будут организованы в Богатоле, а также в Иландском, Нижнеенгашском, Партизанском, Уярском и Рыбинском районах. Предприятие уже несколько лет организует проект «Юный железнодорожник», в котором подростки помогают благоустраивать улицы родных городов и поселков. За это старшеклассники получают не только зарплату, но и возможность определиться с будущей профессией. Это серьезная поддержка для их семей, для кого-то первые заработанные деньги. Помимо этого, для себя мы видим профориентацию. Ребята пройдут экскурсии по предприятиям железнодорожного транспорта, увидят основные профессии, узнают перспективы развития РЖД. Мы ждем их на Красноярской железнодороге. Экохаб – так называют новый вид общественного пространства, который появится в Красноярске на месте запущенной предмостной площади. Пока даже подземный вход в Оранжерею на берегу Енисея под трамвайными путями кажется утопией. А через несколько лет на обновленный берег переедут и Поздеевская художественная школа, и хореографическое училище со своим театром. Почему за основу приняли проект итальянских дизайнеров, расскажет Екатерина Любим. Сейчас грустно немножко, грустно. Там-то красиво все. А здесь, конечно, неправильный. Конечно, нужен ремонт. Обязательно надо. Не художество у нас уже сделано. Так просто. Вот сделали клумбочки и все. А желательно бы хотя бы фонтан хороший. Фонтанов, конечно, не обещают, но предмостная площадь точно преобразится. На месте этих торговых павильонов будет широкий тротуар. Много зелени и практически никакого асфальта. Площадка, где сейчас останавливаются автобусы, пустовать тоже не будет. Ее отдадут культуре. Слева поближе к мосту появится Поздеев центр. Место, где красноярские художники смогут выставлять свои работы. Чуть подальше от переправы разместится хореографический колледж со своим театром. У такого учебного заведения должен быть свой учебный театр. Мы планируем, что сцена в этом театре на предмостной площади будет размером такая же, как у театра оперы и балета, а зрительный зал на 500 мест. И этот театр будет работать не только на учреждение, он будет работать на весь город и преимущественно, конечно же, на правый берег. Такую предмостную площадь увидели итальянцы. Их проект признали лучшим из десятка других. Жюри понравилась идея дизайнеров связать между собой кольцевую развязку и пешеходную зону. А здесь, в самом центре предмостной, появится так называемый эко-хаб. Эко-хаб подразумевает под собой некую оранжерею, которая будет полностью засажена различными зелеными насаждениями. А также, по задумке автора, там могут располагаться павильоны для каких-либо мероприятий, либо магазинчики. Доступ к этому эко-хабу предполагается сделать подземный. Для этого планируется углубить трамвайные пути на 7,5 метров. Тем самым, разделив потоки. Машины и трамваи не должны пересекаться. Свой проект итальянские дизайнеры назвали «Предмостная площадь ворота в Красноярск будущего». Не оставят без внимания и набережную. Сейчас это место не популярно у красноярцев, но оно и понятно, потому что нормального спуска к воде здесь нет. Вот сами посмотрите, я сейчас пробираюсь через высокую траву по такому крутому склону и сразу скажу, что это может быть даже травмоопасно. Разработали дизайнеры и свой вариант подсветки. Но до воплощения в жизнь всех этих картинок еще далеко. Сначала специалисты должны разобраться с градостроительной документацией, разработать проектно-сметную документацию и найти источник финансирования. Планируется, что прогуляться по обновленной предмостной площади красноярцы смогут к 400-летнему юбилею города, а до него еще 7 лет. Екатерина Любима, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. Это все сообщения выпуска, но мы продолжаем следить за развитием событий. Телефон редакции 236-01-36. Звоните и сообщайте нам свои новости. С вами был Владислав Ласов. Я желаю здоровья вам и вашим близким. До встречи на Енисея. Внимание! На белорусской ярмарке обуви появились новинки. Многие красноярцы уже по достоинству оценили обувь для людей, испытывающих проблемы с ногами. Высокий взъем, широкое голенище, выпирающая косточка. Здесь без труда каждый подберет себе подходящую модель. Я пришел искать обувь. Обувь понравилась, всем советую. Традиционно на этой ярмарке представлена обувь только из высококачественных материалов с удобной колодкой и стелькой, которые позволяют снимать нагрузку суставов и позвоночника при ходьбе. И теперь ассортимент товара стал еще шире. Наш ассортимент постоянно пополняется. Приходят новые коллекции, новые модели. Также пополняется размерная ряд тех моделей, которые пользуются большим спросом. По соседству с обувью разместился узбекский трикодаж из стопроцентного высококачественного хлопка. И гости ярмарки не упускают возможность купить одежду с выгодой, ведь цены здесь от производителя, а значит, ниже рыночных. Мне нужна была именно ночная сорочка. Я выбрала себе ночную сорочку, думаю, что я буду довольна, качество прекрасное, померила, расцветка тоже прекрасная. Кстати, и здесь появились свои новинки. У нас в продаже появился детский трикодаж, поэтому наша ярмарка рассчитана на всю семью. Наш ассортимент пополняется каждые два дня. Приходят новые линейки, новые модели. Также наш трикодаж гипоаллергенный, не вызывает потливости, тело в нем дышит и отдыхает. В общем, сейчас у вас есть прекрасная возможность обновить гардероб качественными вещами и одеться в буквальном смысле с головы до пят. Купила себе босоножки белорусские, качественные, мягкие, легкие, удобные. Ну и решила посмотреть трикодаж. Трикодаж понравился, халатик приобрела. Я купила халатик. Посмотрю еще что-нибудь. Белорусская ярмарка обуви и ярмарка узбекского трикодажа с 3 по 18 июня в ДК Свердловский на Вавилово 1В с 10 утра до 7 вечера. Прогноз погоды в Красноярском крае на субботу 12 июня. В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачно. Почти повсеместно ожидаются дожди. Ночью от минус 1 до плюс 6 градусов. Дневная температура от плюс 1 в Диксоне до плюс 19 в Вановаре. В северной группе районов Красноярского края облачность. Осадков не ожидается. Ночная температура плюс 2, плюс 6. Днем до плюс 21 градуса. В восточной части региона облачная погода без осадков. Ночью до плюс 6, днем до плюс 21. В центральных районах Красноярского края преимущественно облачно. Осадков не ожидается. Ночью до плюс 7. Дневная температура плюс 17, плюс 21 градус. В западной группе преобладает облачность. Осадков не прогнозируют. Ночная температура плюс 5, плюс 8. В светлое время суток до плюс 19 градусов. На юге Красноярского края облачная погода, дождь лишь местами. Ночью до плюс 10, днем плюс 16, плюс 19 градусов. В Красноярске 12 июня облачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 7, днем до плюс 19 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова